И всем привет, ребят, с вами Страбайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, и сегодня вместе с вами мы вновь обсудим нашу замечательную мини-игру, обсудим ее из моих предыдущих двух видеороликов, посвященных им, где вы высказывали свою точку зрения в комментариях, почитаем эти комментарии и вообще узнаем позицию сообщества танков. По поводу этого ивента, что вы думаете по поводу него, какие у вас мысли и как вы относитесь к новому космическому ивенту, совпадает ли ваша точка зрения с моей точкой зрения, либо же наши точки зрения расходятся, так как я считаю, что все-таки это очень и очень скамовый мини-игрулик, который на сегодняшний момент времени меня уже 100% за скамил жестко, и я стал конкретным мамонтом, ну а сегодня мы узнаем, что же вы писали по поводу этого всего дела, ну и под этим видеороликом тоже можете смело писать все свои мысли. Обязательно поддержите данный видос лайком, если вы ждали этот видеоролик, обязательно также, конечно же, не забывайте подписываться на канал, ну и поддерживать видос, и участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов, на 20 тысяч танкоинов. Для этого в настройках игры в аккаунтике устанавливайте личный ТАКТАКТИМП, дальше оформляйте покупку в магазине, ну и заполняйте форму, которая есть в описании. Что же касаемо двух видеороликов, да, то есть у меня был первый видос с вчерашним видеороликом, где я сначала посмотрел и купил этот замечательный ивент, ну и дальше выпустил второй видеоролик, уже после того, как я выполнил все энергии с особыми миссиями, и решил пройти и посмотреть, что на одном видеоролике, что на втором видеоролике набралось довольно большое количество комментариев, то есть в сумме с двух видосов у нас 90 комментариев, ну и решил я все-таки все это дело приурочить к видосу, и узнать вашу точку зрения, почитать комментарии, возможно, ответить на какие-то вопросы, либо просто почитать, что же вы такого интересного здесь понаписали, потому что активность вокруг этого ивента с точки зрения именно Ютуба очень и очень большая, ну и в принципе это очевидно, потому что ивент такой, где хочется говорить и где хочется писать что-то. Первый комментарий, ставлю свечу за упокой ореха, очень такой жесткий, критический комментарий, который даже набрал самое большое количество лайков, и в целом, в целом с ним, ну тяжело не согласиться, да, тяжело не согласиться, что ивент с точки зрения скама вышел реально очень жесткий, и он здесь целиком и полностью направлен на донат, целиком и полностью направлен на донат. Хорошо, что я все потратил на Сакуру, а то тут устройств интересных нет, а до скинов хрен доберешься. Берсерк, это устройство было за кристаллах, хотя бы какой-то статусный скам бы пихнули, или новенькое что-то на Теслочку. Ну, тоже такой интересный комментарий. Я думаю, что надо выгнать ореха или отучить от жадности реально в игру, скоро никто не будет играть. По поводу жадности, по поводу всего, вчера мы на стриме с ребятами обсуждали, что оказывается у проекта есть тоже своего рода проблемы, и, соответственно, я думаю, что с этим и связан настолько скамовый ивент, и с ивент, который четко направлен на донат, да, чтобы как раз-таки закрыть какие-то определенные проблемы, и, и, учитывая тот факт, учитывая тот факт, что я знаю уже, ну, довольно немаленькое количество игроков, да, которые вложились в этот ивент, по идее, значит, ореха история работает, да, и та его идея, которую он заложил в рамках этого ивента, тоже работает. То есть, ивент максимально устроен для донатеров. Так, орех, не знаю кто, шляпами не играя, безработный бомж, какие 3000 кристаллов? Ну, это жесткий, конечно, комментарий, что ты бомж, это, конечно, теперь все узнают, что ты, оказывается, еще и бомжик. Не обязательно в начале каждого видоса орать. Как это не обязательно? Всегда надо орать, ужас, как можно такое сделать, в минус же себе работают. Но здесь 100% не в минус, 100% не в минус и 100% это донатка. Я думаю, что для ореха точно окупилась. Полезная инфа, даже не верится, что это в натуре такая шляпа, но проверять не буду. По видосу вроде все четко расписано. Жадность фраера погубит. Пришло время убирать разрабов, по-хорошему не понимают. Ничего не покупаю, пусть подавятся, бесплатно поиграл бы. Дальше ем вкусняшки и ни копейки в эту игру. Она же уже не та, что раньше. Раньше купил комплект и катаешь на нем, нагибаешь. Сейчас вечные урезки, пререзки. Гром вообще молчу, что с ним жу с этой игры. Онлайн падает, а они цены поднимают. Гении. Здесь еще есть. Но так прибыль теряет никто не хочет. Вот и компенсирует повышением цен. Мамонты пивопитные с хавою дже. Да, мамонты конкретные. Я тоже такой же самый жесткий мамонт. Возможно, когда миссии появятся, то проверяется пропуск событий. И вероятно, они могут завтра появиться. После рестарта, при наличии пропуска, в миссии добавится энергия. Ну вот, например, сегодня уже у нас следующий день. Проверяем, появилась ли энергия. А энергии нету, нету. Всем бабам там привет. Кто со мной в одной лодке, всех приветствую, ребяточки. Всех приветствую. Так, Ванька, если ты даже и вздумаешь докупать доп топлива, то сначала все миссии пройди и 210 потрать. Я, к слову, человеку уже ответил. Уже смотри следующее видео. Была аркада за 100 тк. Вроде аркада. Не знаю, что за аркада смф. Но, то, что раньше мини-игра не стоила ничего, это 100% факт. Верните энергию в ежедневке, верните мои 700 танкоинов. Очень вкусненький скамчик. Привет, ни одного позитивного коммента. Очевидно. Лютый скам. Ну и зачем ты это поддерживаешь? Очень дорого, 700 танкоинов. Зачем я поддержал ивент? Ну, в первую очередь для контента. Во-вторых, чтобы вам тоже показать, как это все работает. Что если я попал на жесткий скам, чтобы вы хотя бы не стали такими же мамонтами, как я. Но, как минимум, для этого. Как минимум, для этого. Чтобы вы могли четко по видеоролику оценить свои шансы прохождения ивента. Чтобы вы понимали, насколько у вас большой шанс дойти. Без доната, без вложений, с энергией. Для этого всего дела. Это как раз таки и делается. Ну и для контента. Очевидно. Очень дорого, 700 танкоиновкарского мища. Не купите, пожалуйста, Макс 2 Острова. Прошел ивент бы лучше. Если бы энергия фармилась с ежедневных, то было бы норм. Клоун Орех Ок. Нафиг эту игру. У меня и так танкоинов уже нет. Так еще и вероятность, что ты залутаешь интересное в мини-игре вообще небольшая. А скам, конечно, реально лютейший. Это просто бред. Игра скатилась да на тупомойку. Это издеваться с надверками. Сейчас тоже буду издеваться над Орехом. Репортами на канал Танков Онлайн. Боже мой. Это Илья пишет. Это Великий Илья. Если что, ребяточки. Если кто вдруг не знает. Если кто вдруг не знает. Илья это легенда просто танков. Легенда. Сегодня он уходит с проекта. И говорит, что все плохо. Завтра он возвращается в проект. И говорит, что проект лучший просто. Поэтому Илья это просто легендарный чел. Уверен, он будет рыдать в мучениях. Пишет ему Лалыч. Ждем, когда их канал забанят. Вообще, хорошую мысль подкинули. Есть ведь не только Ютуб. Например, на Адроиде им уже игру заминусовали с нововведениями. Жестко. Че скамить-то? Все, что есть на моем аккаунте, мне не принадлежит и прав не имею. Наказание могу в любое понести без доказательного. Постоянная кидалова сарай Лохан Лайн. Ничего себе, это что-то жесткое. Это уже цитаты какие-то великих. Пусть сам играет в эту шляпу. Это все комментарии, которые были под первым видеороликом. Но у нас еще есть и второй видеоролик, посвященный, который вышел вчера, после того, как я потратил всю свою энергию. Ну и что здесь у нас? Я не стал покупать, чересчур дорогое. Разрабы жадные стали. Пишет Александр. Вообще, нет смысла покупать, потому что это бесценница. Либо, естественно, разрабами. Полностью мусор. Скам, скам, скам. Решил даже покупать не буду. Расчет скамера такой. Люди привыкли, что в мини-игре можно дойти до третьего чекпоинта. Пытаются подловить крутым, по факту, бесполезным твинцом. А дальше включается жадность в кино. Осталось же всего 5-10 ходов. Но цифры там огромные. Это факт, что там очень много надо вложить, чтобы это пройти. Это прям габела полная. В прошлых трех подобных ивентах даже и до третьего еле как можно было дойти. Решил купить за 700 токовинов все же. И я хоть и легенда, но четвертого слота защиты нету. И поэтому решил лучше 700, чем за 5000 токовинов. Но если вот, например, у вас скина нету. Ой, скина нету. Нет четвертого слота. То четвертый слот забрать с такого ивента можно было. Да, это в принципе логично. Для таких игроков этот ивент 100% окупной. Но если у вас есть 4 слота, то уже этот приз вас не устроит. Орех снова обосрался. Орех, я думаю, что в своем понимании точно не обосрался. А залутал вкусные деньги, что он в принципе и хотел с этого ивента получить. Весь цикл их бизнеса придумывать устройство, продать в магазине, занерфить и процесс начинается заново. Через блогеров, как вы, Ванька, идет продвижение и реклама. В этой игре есть молодое мясо в виде денежных игроков, которые покупают все за кристаллы. Осознанные игроки разного возраста, которые тоже часть этой системы и служат как живые боты и мясо для денежных игроков. Поэтому из-за того, что живые боты, ввиду отсутствия для них хороших выпадающих из контейнеров устройства кристаллов, начали сливаться. Они начали придумывать уже искусственных ботов, так как живые боты-халявщики не приносят им прибыли. Теперь, видимо, они решили проблему с наполнением игры игроками в виде искусственных ботов. И живые боты, в принципе, им не нужны. И можно их убрать, раздав денежным игрокам гидру. Вот и весь смысл этого бизнеса. И что хочет орех. Все, что не делается, это к деньгам. Но заработок 100% никто не хочет уменьшать. Это очевидно, плюс очевидно. И как бы онлайн в игре не менялся. Проект хочет зарабатывать деньги. Он от этого живет. И здесь, в принципе, все логично. Вот за эту проделанную работу лайки всем видосам, касающиеся данной темы. За это СПС и респект. Два раза отбросило до второго чекпоинта. Осталось два хода. В итоге, за 700 танкоинов я получил краску. Так что тебе, Ваня, еще повезло. Вот так вот. Даже еще жестче было, оказывается. Разве что на мульта можно взять ради слота. А так, мусор худший ивент 2024 года. Точно, хотя все еще впереди. Сколько сейчас слоты стоит? Вроде 50, 1000, 5000. Танкоинов было или типа того. Ну там вроде сначала поменьше. Вроде 50. Потом там я не помню сколько. 500. И наверное последние 5000. Еще не помню. Как точно, можете в комментариях написать. Пришел до Твинса на 35 левел. На 35 шагов. Два раза откидывал на втором круге. Потратил 9 лямов кри. И купил пак за 6 катанкоинов с 50 энергии. Дорого. Но я хотел бластер. Если бы были задания ежедневные. То было бы изи без доната и кри. То есть, вот видите. Игрок вложил 9 лямов кристаллов. И еще 6000 танкоинов. Чтобы дойти до третьего чекпоинта. СКА сработал. В мини игры не играю вообще. Специально сделано так, чтобы если перескочил первый метеор, то со второго можно дважды отлететь. Погибшие танки красиво горят. На этом все. А, это насчет под... Трупиков, которые горят теперь. Это, конечно, сильная тема, если честно. Так, чем дальше в лес, тем больше дров. Лично для меня каждое обновление унылое. До этого было не танкобоя, а китайский карнавал с летающими оверными недотанками. А сегодня ко всем катавасии добавились еще и костры. Вообще захламили картину боя. Осталось добавить эффект дыма. Сзади из танка победителя дуэли будет один костер и танк с пердячим паром от усердия танкиста. Чем больше танк он удалил, тем гуще передячий пар. Боже, что это вообще такое? Мини-игра не удивила. Все больше и больше идет расклад в сторону выкачки денег. Боже, какой гениальный комментарий. А мне показалось, или задержали диверсанта сегодня, что-то намного дольше перезарядка его была сегодня. Не знаю, не проверял. Зря ждал эту мини-игру, платный пропуск и не факт, что доберусь. Не купил. Донатят дети депутатов, поди, они не работают и деньги завались. Самое то. Просто гениально на третьем чекпоинте. Ради пукующего бластера на рикошет тратить 700 танкоинов и потом докупать ходы. Ну, такое себе. Пошли куда подальше. Как понимаю, не стоит, да, его купить. Если энергии не будут, то не буду покупать. Нет, конечно. Брось, сделай обзор мобильной версии. Так, по поводу мобильной версии обзорчик я сделал только, не знаю, когда он выйдет. Надеюсь, что скоро. Нафига затягивать до мая? Какой смысл? Ну, хороший комментарий тоже. Разводка жесткая. Спасибо тебе, даже не буду теперь тратить в это что? Не буду тратить. А, не буду брать теперь говно. Все, понял. Скам на траты кри. Он хочет, чтобы игроки слили свои кристаллы на игру, потому что в скором времени выйдут гранаты. Если их все прокачают, начнется вакханалия в матчмейкинге. Ну, гранаты выйдут сначала только в рамках миссий, да, и их нельзя будет покупать. Об этом тоже говорили. Все загубили. Даже иногда заходить не хочется. Божественно. Абсолютно мусор, если, конечно, проект начал обесценивать свой авторитет еще в далеком девятнадцатом году или раньше. Что началось раньше? Правки баланса или МММ. Постоянная попытка развести манипуляции, качество организации битв отвратительное. 31 из 35 закупил на 5 ходов, плюс сейчас на выходных наловлю. Изи, 40 канистр наловить и норм. То есть решил пройти, и у него вроде как получилось. Спасибо за видео, Иван. Благодаря тебе я не купился на этот лохотрон с копинческим ивентом. Скам не покупаю. Привет, мы с братом не покупали мини-игру, мы с братом в этом ивенте. А, мы в этой мини-игре разочаровались. То есть третий чекпоинт откинуло два раза минус 18 лямов кри. То есть 18 лямов кри человек потратил. И я так понимаю, что до третьего чека он не дошел. Может дошел, не знаю. В любом случае, вот такие вот комментарии, вот такие вот мысли у вас под моими двумя последними видеороликами. И в принципе, да, в принципе уже, ну, ни для кого не секрет, да, что моя позиция совпадает с вашей позицией. И то, что я также считаю, что это скамовые ивенты, он 100% направлен на донат, да. И здесь мне лично абсолютно понятна точка зрения негатива и того, как это все дело работает, да. В чем же проблема, наверное, глобальная проблема в этой всей теме? Это в том, что из года в год эти ивенты, они повторяются, да. Только из года в год усложняется возможность их выполнения. То есть, например, я, вы привыкаете к тому, что вы с этих ивентов без доната, без вложений могли на миссиях, там, на ежедневках дойти до какой-то цели и получить какую-то награду, да. И так происходит везде, да, то есть, что с контейнерами нерфили, да, то, что нерфят вот всякие такие ивенты. И этот ивент не исключение. То есть, изначально ивенты строились таким образом, что у каждого игрока была возможность фарма без доната, без вложений. И с каждым последующим ивентом усложняется возможность получения этих халявных предметов, да. И отсюда вылазит весь этот негатив, да. Потому что ты привыкаешь к одному, ты привыкаешь получать предметы, получать их за халяву. Ну, а потом Орех просто-напросто их урезает и делает уже из хороших халявных ивентов, где можно было зафармить, делает донатные скамовые ивенты, которые уже приурочены для донатеров. С другой стороны, нас никто не заставляет их покупать, да. Мы тоже можем их не брать, да, и просто высказать свою точку зрения, как сделали большинство, кто написал комментарии, да. И здесь уже, ну, по сути, Орех тоже ничего не проигрывает, потому что те донатеры, которые хотели купить, они 100% покупают. Ну, а только остается какой-то процент скамовых мамонтов, таких как я, который, например, купил ивент, думал залутать старую добрую халявочку, но не тут-то было и никакой халявочки он не залутал, да. То есть он просто заскамился, например, там на 700-ку танкуинов. Если докупил сверху, то еще и на большее количество, и все, да. И так происходит с многими ивентами. То есть сначала была халява с контейнерами, можно было фармить с контейнеров большое количество, потихоньку контейнеры нерфились. Танкофонды предыдущие тоже показали, что они со временем тоже нерфились, и отсюда тоже, как бы, выходит то, что халявы становятся меньше. А мы, те самые игроки, которые к этой большой халяве привыкли, понятное дело, что будем уже в такие моменты негативить. И эту точку зрения я целиком и полностью понимаю и сам нахожусь в этой же самой лодке, да. В чем же здесь можно было сделать ореху по-другому, да. Если даже ивент делается за 700 танкоинов, то не добавить миссии ежедневные, да, не добавить ежедневные миссии с возможностью заработка дополнительной энергии, я считаю, что это лютейший скан. Лютейший скан, да, то есть если были бы хотя бы вот эти вот энергии за ежедневки, то хотя бы у меня была бы хоть какая-то возможность заформить что-то дополнительное, да. С такой политикой у меня нет возможности даже ничего заформить, и тут, получается, уже мой ивент закончился в первый день, да. Поэтому здесь надо четко понимать грань, да, и здесь в рамках этого ивента я считаю, что этой грани нету, да. Здесь идет уклон исключительно на тех, кто хочет задонатить и получить призы. Для тех, кто не хочет донатить, тут в этом ивенте, к сожалению, ты уже ничего не получишь. Как-то так, пишите, что вы думаете по этому поводу, нравится ли вам подобного рода вообще видеоролики, где мы обозреваем ваши комментарии, где я читаю, высказываю свою точку зрения и, может быть, даже где-то отвечаю на вопросы. Обязательно поддержите этот видос лайком, если вы хотите, чтобы подобного рода видеоролики выходили чаще с обзором комментариев и вашими мнениями. Ну и также не забывайте подписываться на канал, если вы еще вдруг не подписаны, у меня, друзья, на этом все. Всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока!